Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Всем привет! Сегодня у нас будет урок Торы из Персидского залива. Из Персидского залива, из города Дубай. Я нахожусь сейчас в городе Дубай. Есть такой город, да? И мы продолжаем изучать Тору. Прямо вот такой вот у нас вид, если дубайский вид из окна, видите? Кстати, Дубай, все. И мы изучаем Тору. Сюда, кстати, ушли, это же тоже потомки Авраама. Арабы, вот ишмайлиты именно, да, которые здесь живут. Это конкретные потомки Авраама, прадца Авраама. И они очень, такие, это называется слово шамраним, они очень сохраняют его традицию, да? Его традицию, они прямо очень такие, ничего не стараются не менять. Вот, поэтому у них все хорошо. Потому что все потомки Авраама, которые идут по заветам Авраама, они благословлены. Их Бог любит, Бог их благословляет. И благословляющих, он прямо Аврааму сказал, благословляющий тебя будет благословлен. Все, кто благословляет Авраама и его потомков будут благословлены. А проклинающий будет проклят. Поэтому мы здесь видим своими глазами, как в пустыне вообще, в месте, которое вот просто дикое место, в пустыне, цветущий город, такой рай они сделали. Почему? Потому что верят Бога. Хорошо, значит, мы сейчас находимся в празднике Ханука. Всем с праздником, да, всем с праздником. Праздник Ханука – это очень серьезный праздник, который нам всем напоминает, что есть место чуду, есть место божественному свету, что нематериальная сила этот мир двигается. И это все мы вспоминаем каждый день, зажигая масло. Масло – это как вот оно красиво так горит, и переходит вот эта энергия. Материя переходит в энергию, в свет. И все это вот мы видим, что весь этот мир – это вообще материя, энергия, вера. То есть мы понимаем, что на самом деле вера двигает всем. Хорошо, и вот, значит, сегодня очень хороший, один из самых тоже моих любимых отрывков в Торе, в Пятикнижии сегодня. Вот каждый, я когда общаюсь с людьми, которые изучают Тору, каждый обращает внимание на какие-то нюансы, да. Кто-то обращает внимание на один нюанс, кто-то на другое, кто-то на дематрии, кто-то на такие прям великую мудрость. Мне, например, сказал в этот шаббат один мой друг, говорит, вот ты знаешь, в прошлой недельной главе все отрывки до единого начинаются с буквы ВАВ, кроме восьми. Я говорю, о, как интересно, да. То есть в АЕШЕВ глава, я проверил, действительно так и есть. Все отрывки главы, огромная глава, начинаются с буквы ВАВ, кроме восьми. И вот это вот намек тоже на праздник Ханука, восемь там и так далее. Теперь, вот он на это обратил внимание. И там дальше, если все эти буквы как-то сложить, получается, МАШИАХ, то есть вот, ну это удивительно. Но я такой его послушал, думаю, это реально удивительно. Это показывает, что Тора это божественное знание, что это не человек писал, да, человек не мог бы это все вот эти вот нюансы рассчитать. Но мне лично в моей жизни, это мне, кроме усиления веры, но я и так верю, что Тора с неба. Но мне вот, мне важно не просто верить в это, что Тора от Всевышнего, а мне важно жить по Торе. Мне важно, чтобы, мало того, что мне важно жить по Торе, мне важно хорошо жить по Торе. То есть можно жить по Торе и мучаться. и можно жить по Тории радоваться. Я хочу жить по Тории радоваться. Я ищу такие моменты, которые мне позволяют более научиться, как правильно жить в этом мире. И вот в этой недельной главе есть один кусочек, вот то, что мы сегодня будем читать. Эта глава называется «Микец», да, в конце. И, значит, тут есть один такой кусочек, именно в сегодняшнем отрывке, который меня привел, когда-то я его услышал лично от Равыцка Казильбера Зихраноцедих Леврахат, моего учителя. И меня с тех пор я просто, вот он у меня перед глазами стоит, как он мне объясняет этот отрывок, я сейчас вам расскажу, вы тоже получите большое удовольствие. Значит, этот отрывок вчера мы учили, вчера был в пути, не мог ничего рассказать. Значит, вчера Йосеф сидит в тюрьме. Йосеф сидит в тюрьме, с ним вместе сидят в камере два царедворца, два министра, и он им расшифровывает сны. И одному из них говорит, когда ты выйдешь, ты меня вспомни. Ну, ты же все-таки министр, я тебе сказал, расшифровал сон, что ты выйдешь, ты выйдешь. Вспомни меня, слушай, я тебе помог, можно сказать. А второе, второму он расшифровал, что того повесят, того повесили. Но тот министр вышел и не вспомнил. Вот это благодарность людей, мы отсюда тоже учим важный закон, что нужно быть благодарным, но не нужно рассчитывать на благодарность. Это разные вещи. Когда ты сам благодарный, это в твоих руках, то есть ты этим закладываешь фундамент хорошей жизни, но рассчитывая на благодарность других людей, ты себе создаешь много разочарования. Йосеф, который рассчитывал на благодарность этого виночерпия, он еще два года просидел в тюрьме, то есть тот его не вспоминал. Но прошло два года, и фараону снится сон, фараону снится сон, и он ночами просыпается, один и тот же сон, ему снится день за днем. Он зовет своих всех царедворцев, говорит, что за сон, ну что, расшифруйте мне. А они говорят, что-то ему расшифровывают, но он, фараон был самый великий маг того времени, и он говорит, не то, не то, не то, не то. И вот, значит, тут этот виночерпий говорит, я, говорит, когда-то сидел в тюрьме с одним евреем, рабом, и он вот такой мне расшифровал тогда сон красиво, может, он и вам поможет. То есть он через два года в этой ситуации, он вспомнил вот эти про Юсефа, и Юсефа достают из ямы, из тюрьмы, Роша Шана, как раз мы знаем по преданию, что это был Роша Шана, и он предстает перед порой. Вот сегодня начинается отрывок, и сказал ему фараон Юсефу, халом халамти, он говорит, снился мне сон, то есть снился мне сон, халом халамти. А помните, вся та глава недельная была про сны. Вообще сны, это очень важно. И в общем, он ему говорит, снился мне сон, а нет у меня расшифровки, и я слышал про тебя, что говорят, что ты можешь послушать мой сон и расшифровать его. Ваян Юсефед Паро, и ответил Юсеф Паро, говоря, представьте ситуацию, фараон, дворец, вокруг стоят рабы, вот эти вот все статуи египетские, там пирамиды на заднем плане. Стоит этот фараон такой, он был весь в золоте, ну там, это была невероятно величественная вся история. И Юсеф стоит перед ними, и фараон ему говорит, слышал я, что ты можешь расшифровать сон? Отвечает ему Юсеф, белядай, он говорит, без меня, прям такое слово красивое, белядай, он говорит, без меня. Всесильный ответит на благо Паро, он всесильный ответит для шалома, для мира Паро. То есть он говорит, я просто здесь проводник, меня нет, он говорит, все. И сказал ему фараон Юсефу, в моем сне, вот я стою на берегу Нила, и из Нила поднимаются семь коров здоровых, жирных и очень хорошо выглядящих, и пасутся они на лугу, на берегу этого Нила. И вот семь коров других поднимаются следом за ними, худые из страшного вида, и значит вообще костлявые, и они, он говорит, я таких коров не видел во всем Египте, и они съедают этих жирных пород, этих жирных коров. Понятно теперь, почему фараон просыпался каждую ночь, представьте, страшный сон. Жирные коровки пасутся, такие красивые швейцарские коровки, как на шоколаде нарисованы, и тут вылазят такие костлявые коровы из Нила, поднимаются, и их съедают, этих жирных коров, прям проглатывают, и значит, и остаются такими же худыми. И я, значит, просыпаюсь от ужаса, он говорит. Засыпаю, и снижу, вижу второй сон, и в этом сне семь колосьев, таких жирных, красивых колосьев, поднимаются, а следом за ними из земли вылазят сухие такие колосья, тощие, и, значит, съедают эти жирные, проглатывают эти хорошие колосья. И я рассказываю своим колдунам, своим магам рассказываю этот сон, и они, значит, не могут мне его расшифровать. И он так вокруг смотрит на этих магов, стоят эти маги страшного вида вокруг, да, такие, и сказал Йосеф фараону. Это, говорит, сон фараона, это один и тот же сон. И это то, что всесильный сделает, он говорит, он сообщает сейчас фараону, решил он сообщить фараону таким образом. Семь жирных коров, это семь хороших лет. Семь жирных колосьев, это семь хороших лет. Это один и тот же сон, то есть он тебе просто разными путями показывает одну и ту же идею. Семь худых коров и семь худых колосьев, это один и тот же сон. И это будет семь лет голода потом. И такого голода будет, что страшный голод. Значит, все, что Бог хочет сделать, он показывает фараону. И будет, значит, семь жирных лет, семь худых лет и так далее. Дальше. И вот эти вот голод, он просто сожрет эта сытость и даже следание, даже памяти не останется. У меня есть несколько знакомых, которых я лично знаю, которые были такие богатые, что просто деньги не знали, куда девать. Вот так пачками носили, раздавали, тратили. Потом они оказались в ситуации, когда у них просто было конкретно нечего кушать. Конкретно нечего кушать, негде жить. Я видел лично своими глазами несколько таких людей. И вот это как раз то, что сказал Иосеф фараону, что вот такое будет в Египте. Значит, а почему два раза это было показано, говорит Иосеф? Потому что это от Бога уже приготовлено и Бог спешит это сделать. Поэтому два раза показано. И дальше Иосеф продолжает. Вот тут смотрите, какая интересная вещь. Вначале он сказал фараону, что без меня все, Бог ответит тебе на твой мир. И тут он уже переходит от себя и говорит. А теперь говорит. Пусть пора посмотрит себе, присмотрит человека сообразительного, мудрого и поставит его над всей землей Израиль, над всей землей Египта. Поставит его главным. И что сделает паро? Значит, он распорядится поставить над всей землей своих людей. И семь лет собирать надо зерно съестное и все это сохранять. Надо складывать все в хранилище, значит, зерно. Семь лет. Значит, и когда будет голод, значит, будет это еда для Египта. Вот так вот он говорит, будет еда для Египта. То есть, Бог показал, что будут жирные годы, худые годы и настолько плохие годы, что от жирных не останется и следа. Это Бог показал во сне. А Иосеф дает свою расшифровку. Он же от себя уже говорит. Это не от Всевышнего. Это он говорит от себя. И он говорит, надо сделать так, так, так и так. И дальше 37 отрывок выглядит так в Торе. И хорошо стало это в глазах фараона, то, что он сказал, и в глазах всех его рабов. Значит, зачем в Торе написано, и хорошо это было в глазах фараона, и в глазах всех его рабов? Ведь что нам добавляет, что это было в глазах рабов хорошо? И вот тут то, что я слышал от Раваитска Казильбера, Зехроноцедих Левраха, устное предание, которое нам рассказывает, это то, что скрыто в одной всего лишь фразе. Это было хорошо в глазах фараона и в глазах всех его рабов. Значит, вот смотрите, вот без устной Торы вообще не поймешь этого, то, что я сейчас скажу. Значит, первый вопрос у нас такой. Почему Иосеф начал от себя говорить? Это был первый вопрос. Тут он говорит, значит, сейчас Бог расшифрует сон фараона, а потом он начинает от себя давать совет. Второй вопрос. Почему этот совет приняли? И ответ, последний отрывок сегодня, ответ фараона был такой после совета Иосефа. И сказал фараон своим рабам. Разве найдется такой человек, на котором есть дух всесильного в нем? Значит, непонятно. Очень много пропущено. Теперь, что было пропущено? Значит, когда Иосеф начал, он отсидел в тюрьме к тому моменту 12 лет. Не за что. То есть, его жена этого патифара по обвинению в изнасиловании бросила в тюрьму. И он там сидел в этой тюрьме 12 лет. И тут его вытаскивают из тюрьмы и приводят к фараону. Прямо лично к фараону. И он говорит фараону. Значит, ответил ему этот сон и дает ему совет, что нужно поставить человека, который будет управлять всем Египтом. В это время, когда он говорил в тюрьме устная тора, то, что я слышал от Рава Ицкака. Значит, в это время, пока Иосеф говорил свой совет, он смотрел на всех этих магов, которые министры, все царедворцы, которые стояли вокруг фараона. Представьте, фараон это как Путин, да, такой, или как там, я не знаю, как Байден, как Трамп, такой прям, как царь какой-то, да. И вокруг стоят все министры, а тут выступает какой-то 30-летний, Иосифу тогда было 30 лет, еврея-раб из тюрьмы. И они уже все готовы сказать фараону нет, не слушай его, это все он выдумывает, не верь ему и так далее. Иосиф видит их реакцию, он по лицам читает, прям смотрит, да. И когда он видит, что сейчас расшифровка его сна, она просто уйдет в никуда. Он дает этот совет, что нужно 7 лет собирать, и 7 лет, и говорит, и поставит фараон, и это же нельзя в письменной торе написать, это рассказывает нам устная тора, и он говорит, и поставит фараон человека, как написано, и поставит и вейвкод птит, и назначит он распорядителей, вот. В это, и пусть фараон присмотрит себе, и ре фараон иш навон, человека рассудительного, и он показывает вот так вот рукой на всех так делает, человека рассудительного и умного. И показывает на всех людей, которые вокруг фараона. И все такие, у них уже рты были открыты, сказать, что это все неправда, то, что он говорит, что есть другие расшифровки. Но в этот момент, когда Иосиф на них так показывает и берет их как бы себе в команду, он говорит, а теперь пусть фараон присмотрит себе человека рассудительного, умного, поставит над всеми и начнут собирать вот этот вот урожай. В этот момент все такие, да, да, хорошо он сказал, молодец, хорошая расшифровка сна, хороший совет, молодец. И все, значит, начали Иосифа поддерживать, вместо того, чтобы начать с ним бороться. Это какая гениальная была у него мысль, как всех рабов фараона привлечь себе в команду, чтобы они начали его поддерживать. И они все его поддержали, а теперь нам понятен ответ фараона. А фараон на них посмотрел и говорит, и сказал фараон своим рабам, 38 отрывочек, а немца козаиш, разве найдется такой человек, в котором есть дух всесильного? И показал пальцем на Иосифа, сказал, тот, кому Бог дал эту идею, тот эту идею и будет реализовать. И таким образом Иосиф стал, вначале он стал по проекту сохранять, сохранять зерно, он, его назначили вначале главным по зерну в Египте, а когда он стал главным по зерну, мы завтра узнаем, что было дальше. Фараон увидел, как он работает. В советское время было принято, что был, например, директор завода был из местных кадров в каждой республике, а зам директора был часто еврей, который не мог быть директором, потому что директором должен был быть коммунист и так далее. Но рядом с ним был все время какой-нибудь такой еврей, начальник, директор по финансам или по снабжению и сбыту и так далее, который вот эти все вопросы решал. И после того, как Иосифа назначили главным по зерну, и он спас, действительно, он спас Египет от голода, он собирал зерно, он нашел, как его хранить, он построил хранилище зерна, он нашел способ, изобрел способ, как сделать так, чтобы зерно не испортилось. И фараон его назначил премьер-министром, и он был премьер-министром Египта 70 лет. Представляете, 70 лет он занимал пост премьер-министра при фараоне, и фараон был доволен, Египет был доволен, все было отлично, все работало, все было хорошо. Вот я люблю такую Тору, мне вот очень нравятся в Торе вот эти вот моменты. Причем Иосиф, смотрите, это очень интересная вещь, он же не был, он был мастер общения и мастер божественной мудрости, то есть он знал вот эту вот именно божественную мудрость, самое главное, то, чем владел царь Соломон, который в 12 лет стал царем. Самое главное в жизни, это не три высших образования и знания физики, математики, химии там и так далее, это все инструменты. Самое главное быть человеком, уметь общаться с людьми, уметь быть честным, правильным, и этому учит Тора, то есть быть честным в первую очередь перед Богом, потому что если нет страха перед Богом, то человек интересуется в жизни только своими интересами. Значит, очень важно иметь вот эту вот трепет перед Богом, быть честным перед Богом, добрым, иметь вот это намерение, и все остальное, все остальное это быть хорошим человеком с людьми, и все будет в жизни хорошо. Все, удачи, успехов, Дамир, партнер, вот он, провести урок по дзоте, как правильно давать. Я даже целую книгу на этот счет уже заканчиваю, вот Мишли, притчи царя Соломона про деньги, про богатство. Там все есть про дзоте и так далее, то есть именно отдельный урок. Давайте я сделаю вот это вот, мне кажется, что Дамир, он очень правильно, уже много раз он просил этот урок, но я каким-то образом, почему-то я его не записывал, а это будет классной главой к книге притчи про деньги, потому что там царь Соломон много говорит о том, что когда ты получаешь от Всевышнего деньги какие-то, да, все, что ты получаешь, в них есть часть, которую ты должен отдавать, и как правильно ее отдавать, как к этому относиться, это все очень важная тема, она как раз очень классно ложится к книге Мишли, притчи царя Соломона про богатство, и значит мы туда вставим эту главу, блин, Эдер, спасибо Дамиру, обязательно, большое спасибо. Все, друзья, всем удачи, успехов, хорошего дня, благословений, ханука, ханука, праздник света, радости, и все, значит, зажигаем свечи, зажигаем, кушаем пончики и помогаем друг другу, делаем добрые дела, очень много добрых дел, прям каждый вокруг себя, доброе слово, доброе это, но не ждать добра, потому что когда ты ждешь добра, это происходит наоборот в обратку, ты ждешь, кто-то тебе не додал, и ты начинаешь ему, а, ты мне не додал, значит, ты начинаешь с ним ругаться, лучше быть дающим, чем ждать от других людей, все, удачи, успехов, всем хорошего дня.